Когда началась война, мне только исполнилось 5 лет. Войну я встретила в Ленинграде. Помню бомбежки. Больше, конечно, я ничего не помню. Вскоре увезли детей в эвакуацию без мам. Мама осталась, моя мама осталась, рыдка окопа. В детдоме я закончила вот два класса. Когда закончилась война и объявили 9 мая, День Победы, первый раз нас хорошо накормили. Но вскоре у кого остались родители живы и смогли найти своих детей, нас отправили. И шелоном опять в Ленинград. У нас войны, конечно, где я жила в деревне, они не воевали, не гремели. Но проходили солдаты. Ночевали, помню, в Донне, на повал. Мы их рано утром напоили парным молоком, корову держали. И они все взяли свои эти мешки, рюкзаки и пошли куда-то дальше, по-моему, на скопину. Я в Рязанской области это жила. Мы, конечно, дети нас посылали в колхозы работать, поливать, полоть. Вот так вот работали, не покладая рук. Что хочу сказать. Как же можно у детей отнимать стадионы, где они проводят много времени. Я вот из окна наблюдаю, как они. Все время там народ. Никогда не бывает, чтобы не было детишек. До самого вечера. Там всегда дежурные около калитки, дети под присмотром. Никаких лазеек нет, они играют спокойно на этом стадионе. Целыми днями и вечерами. Просим оставить это все как есть. Вот передо мной выступающие были. Они знали, что такое война. Я не знаю, но я хочу обратиться к вам. Пожалуйста, оставьте стадион детям левого берега. Он один, у нас единственный.